Маша Татарникова-Избийска – улыбчивая, веселая девочка. Учится хорошо, правда, все, что связано с запоминанием, стихи, некоторые задачки, пока дается с трудом. Ее мама рассказывает, еще три года назад все было гораздо хуже. А день, когда случился первый приступ эпилепсии, вспоминает, как страшный сон. Для меня было очень страшно, потому что я считала, что у меня ребенок вообще просто умирает. У нас была потеря сознания, у нас было западение языка, у нас остановка дыхания была. Очень длинная реабилитация была после приступа. Ей стало заметно лучше, лишь когда за лечение взялись врачи Алтайского Грэйуо-Центра охраны материнства и детства. Мать говорит, приступы постепенно прекратились. Теперь один раз в несколько месяцев девочка проходит диагностическое обследование на специальном оборудовании. Приборы фиксируют волны ее мозга во время сна. Вот так они выглядели вскоре после того, как Маша поступила в отделение. Здесь практически по всем областям мозга регистрируется эпилептиформная активность, которая в принципе не давала девочке ненормально спать, ненормально развиваться. И на первое место выходили жалобы даже не столько, как эпилептические припадки, которые беспокоили девочку и маму, сколько нарушения развития. Для сравнения, вот так она спит теперь. Даже внешне, понятно, графики выровнялись. Исследования, по словам врачей, позволяют определить оптимальную дозировку лекарств. А ведь именно они снимают страшные симптомы. Константин Смирнов, главврач Центра охраны материнства и детства, говорит, видов эпилепсии много, часть из них вылечить, увы, невозможно. Но порой ребенку можно помочь, если вовремя распознать первые признаки болезни. Наряду с явными, судорожными, бывают и скрытые. Судорожные проявляются, условно говоря, как обычно в народе говорят, задумками. Он вроде бы задумался, да, ребенок, и отключился. А на самом деле у него в этот момент происходит отключение сознания, то есть и сложные биохимические процессы в мозге, когда проявляются вот эти судороги внутри. То есть на самом деле это, возможно, может быть и серьезные вещи, как эпилепсия. Врачи призывают родителей таких детей при первых подозрениях обращаться к врачу. В случае, если болезнь подтвердится, это поможет вовремя начать терапию и сделать дальнейшую жизнь ребенка полноценной. Кроме того, в начале года при Центре начала работу школа для родителей детей, страдающих эпилепсией. Их учат правильно заботиться о больных детях и, если случится припадок, своевременно и правильно оказать помощь. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости.